здравствуй дорогой пятиклассник ты приступаешь к изучению нового раздела учебного материала по предмету русский язык этот раздел называется мир фантазий человек фантазировал всегда даже когда еще не было письменности и информацию передавали устным путем тема первого урока в этом разделе фантастический мир сказок для работы на уроке тебе понадобится тетрадь ручка и внимательность на этом уроке ты узнаешь как определить тему и главную информацию текста как оценить информацию текста с позиций правильно или неправильно нравится или не нравится концу урока ты сможешь определить тему и главную информацию текста оценить информацию текста аргументировать свое мнение посмотри на картинки назови изображенные на них предметы подумай что их объединяет правильно эти предметы волшебные они дают своему обладателю сверхъестественные способности запиши их название в тетрадь обрати внимание на то как они пишутся существительные сапоги скороходы ковер-самолет скатерть-самобранка гусли-самогуды составлены из двух слов которые нужно писать через черточку во второй части этих сложных существительных не ошибись в написании соединительной гласной о волшебные предметы названные этими именами существуют только в сказках и их нет в реальном мире поработаем теперь со значением слов темы перед тобой в таблице их прямые значения волшебство это колдовство сверхъестественные действия колдовство это занятие магией как ремеслом при котором колдун заявляет о контакте со сверхъестественными силами как видим эти два слова близки по значению общая в них связь со сверхъестественным миром следующие три слова называют жанры литературы сказка это произведение волшебного героического или бытового характера с явно вымышленным сюжетом фантастика это жанр литературы описывающий вымышленные миры и фэнтези это разновидность фантастики основанная на использовании мифологических и сказочных мотивов произведения созданные в этих жанрах описывают вымышленные миры не существующие в реальности тем не менее как метко заметил александр сергеевич пушкин сказка ложь давней намек добрым молодцам урок своеобразный урок содержится в любом тексте он представляет собой совокупность темы и основной мысли текста или его главную информацию вспомни что мы называем темой текста и его основной мыслью тема текста это то о ком или о чем говорится в тексте основная мысль текста это то что хотел сказать нам автор на эту тему прослушай текст определи его тему обращай внимание на повторяющиеся слова и слова с близкими смыслами их называют ключевые они важны для понимания смысла текста мы живем в удивительное время если нужно что то узнать компьютер под рукой а интернет делает доступ к информации безграничным хочешь отправить срочное сообщение или просто пообщаться пользуешься ватсап скайп электронной почтой смс разве давным давно или даже недавно люди имели такие возможности но они всегда мечтали мечтая люди сочиняли сказки в мире чудесного вымысла герои сказок бесстрашно отправлялись на таинственные острова оказывались неожиданно в загадочном зазеркалах калье целенаправленно шли на странную кудыкину гору и вот необычные волшебные предметы и сказок перекочевали в нашу жизнь вместо показывающего дорогу клубка gps а ковер стал самолетом и ракетой мы как и раньше продолжаем сочинять сказки но сейчас нас захватывают фэнтези в них еще больше волшебства магии чародейства что же делает сказку и фэнтези похожими почему они нам так нравятся ответ простой сказках и фэнтези добро побеждает зло а мечты и сказок приходят к нам в виде самых обычных бытовых предметов проверь себя ты видишь в таблице две формы которые можно использовать при формулировании темы первая форма предложения например сказках выражаются мечты человека о безграничных возможностях в этом предложении как и в других предложениях есть подлежащие мечты и сказуемые выражаются 2 возможная форма для формулирования темы слова или словосочетания например применительно к нашему тексту сказочные мечты о безграничных возможностях в этом словосочетании главное слово мечты чаще используется именно вторая форма при формулировании темы текста таким образом тема прослушанного нами текста сказочные мечты о безграничных возможностях прослушай текст еще раз и определи его основной мысль для этого обрати внимание на слова называющие свойства сказочного и реального миров запиши эти слова в два столбика слева слова которые определяют свойства мира чудесного вымысла или сказки и справа слова которые определяют реальный мир вспомни слова какой части речи называют свойства или качества конечно в первую очередь это имена прилагательные но это могут делать и некоторые глаголы ты готов слушай текст мы живем в удивительное время если нужно что-то узнать компьютер под рукой а интернет делает доступ к информации безграничным хочешь отправить срочное сообщение или просто пообщаться пользуешься ватсап skype электронной почтой смс разве давным давно или даже недавно люди имели такие возможности но они всегда мечтали мечтая люди сочиняли сказки в мире чудесного вымысла герои сказок бесстрашно отправлялись на таинственные острова оказывались неожиданно в загадочном зазеркалье целенаправленно шли на странную кудыкину гору и вот необычные волшебные предметы сказок перекочевали в нашу жизнь вместо показывающего дорогу клубка gps ковер стал самолетом и ракетой мы как и раньше продолжаем сочинять сказки но сейчас нас захватывают фэнтези в них еще больше волшебства магии чародейства что же делает сказку и фэнтези похожими почему они нам так нравятся ответ простой сказках и фэнтези добро побеждает зло а мечты и сказок приходят к нам в виде самых обычных бытовых предметов проверь себя теперь ты видишь каков мир чудесного вымысла он удивительный безграничный таинственный все в нем происходит неожиданно он полон загадочных и странных вещей в нем есть необычные волшебные предметы некоторые из которых перекочевали в нашу жизнь приходят к нам виде самых обычных бытовых предметов именно это и хочет сообщить нам автор данного текста уточним формулировки тема прослушанного текста сказочные мечты о безграничных возможностях она сформулирована в форме словосочетания с главным словом мечты основная мысль данного текста сказочные мечты со временем становятся реальностью она сформулирована в виде предложения в котором тема текста мечты является подлежащим а сообщение о ней становится реальностью выступает в роли сказуемого если у тебя получилось так или примерно так то ты достиг первой цели нашего урока понимать главную информацию прослушанного текста вторая цель нашего урока научиться выражать оценку главной информации прослушанного текста с двух позиций правильно или неправильно и нравится или не нравится чтобы оценить мнение автора с позиции правильно неправильно нужно проверить соответствует ли она реальной действительности мнение автора или основная мысль его текста сказочные мечты со временем становятся реальностью согласен ли ты с этим утверждением давай проверим действительно ли это так подумай в виде каких современных аналогов реализовались волшебные предметы из сказок запиши их название проверь себя вместо волшебного клубка мы сейчас можем использовать навигатор вместо гусли самогудов у нас есть музыкальные центры вместо сапог скороходов мы пользуемся автомобилем волшебное зеркальце нам заменяют информационно коммуникационные технологии вместо ковра самолета у нас есть настоящий самолет и роль шапки невидимки выполняет режим инкогнито в компьютере сделаем вывод таким образом утверждение автора текста подтверждается примерами теперь после проверки главной информации текста мы можем оценить ее с точки зрения достоверности то есть правильности или неправильности сформулируй свое мнение используя речевые клише которые видишь на экране при их помощи в русском языке выражается как согласие с чужим высказыванием так и не согласие с ним не забудь обосновать свою позицию ты видишь на слайде два примера в первом выражено согласие с позиции автора я не сомневаюсь что сказочные мечты со временем становятся реальностью и обязательно обосновываем наше мнение потому что я убедился в этом на опыте или второй пример в нем выражено не согласие с позиции автора читаем я не согласен с автором текста в том что все сказочные мечты могут стать реальностью и обоснование обязательно почему потому что волшебная палочка к примеру вряд ли будет изобретена теперь сформулируй свое мнение и запиши его в тетрадь перейдем к другому виду оценки с точки зрения ценностей оцени высказывание или мнение автора текста с позиции нравится не нравится используя для этого речевые клише при их помощи можно выражать выразить как положительное отношение к главной информации текста так и отрицательное например мне очень нравится что сказочные мечты со временем становятся реальностью и обязательно обосновываем свою позицию потому что так человек обретает новые возможности второй пример пример выражения отрицательного отношения к позиции автора огорчает только то что сказочные мечты очень не скоро становятся реальностью между ковром самолетом и самолетом тысячелетия в этом примере подчеркнуто обоснование отрицательного мнения запиши теперь свое мнение и не забудь его обосновать подведем итоги урока сегодня на уроке ты повторил что такое тема и основная мысль текста ты научился определять тему и главную информацию текста научился оценивать информацию текста с позиции нравится или не нравится правильно или неправильно если у тебя не все получилось и что-то осталось непонятным обратись к своему учителю до новых встреч и а и и и и Продолжение следует...